Ну что, привет, дорогие друзья! И сегодня у нас с вами будет видео... Фух, получилось настроить камеру. Значит, хотела сегодня вам рассказать... Поднять тему, которую мы уже обсуждали, это Луна в первом доме. Сейчас у нас грядут затмения. Два затмения будут в Ираке. До конца этого года. И вот первое затмение... Ладно, не будем их касаться, но будет у нас Луна 5 июня. Луна — это у нас Рак, да, и это у нас Мама. Соответственно, поднимутся родовые программы. Ну, собственно говоря, они уже на сегодняшний день у нас поднимаются, да, и вы можете видеть по своей жизни, по том, что происходит, как раз родовые сценарии какие-то скрываются, родовые темы и так далее. Но об этом позже. Сегодня я хочу рассказать про Луну в первом доме более углублённо, но очень коротко, насколько я это смогу сделать. Итак, Луна в первом доме. Я буду тут некоторые ключевые позиции обозначать, например, такие как плюсы и минусы, да, чтобы вы для себя фиксировали внутри, что же хорошего при положении Луны в первом доме, и что плохого. Да, ну, вернее, то, что может быть минусом, то, что может мешать жизни. Итак, Луна в первом доме очень эмоциональная, я бы сказала сверхэмоциональная. То есть, по большому счёту, это Рак, да, то есть это знак зодиака Рак, Луна. Луна у нас управляет эмоциями, она управляет лунным циклом, и люди, у которых Луна в первом доме, они меняют своё настроение в течение всего дня. То есть, если вы будете за ними наблюдать и видеть их, вы можете видеть, как у них скачет настроение. То есть, он может поплакать, через два часа уже будет смеяться, даже через десять минут. То есть, для них это нормально. Каждых два с половиной дня, два дня у них будет меняться настроение, состояние. То есть, вы можете смотреть на человека и даже не осознавать и не понимать, кто перед вами. То есть, это будет совершенно другой человек, с другими характеристиками, с другими эмоциями, с другими ощущениями. Вы будете думать, боже мой, неужели я с ним о чём-то договаривался, или как это может быть тот же самый человек. А вот так. То есть, Луна управляет, Луна сменит знак, и, соответственно, настроение этого человека будет меняться очень сильно, и сам он будет тоже по-другому и выглядеть, и внешне, и, соответственно, чувствовать внутри, и также себя транслировать. Значит, сверхэмоции. То есть, да, плюс это в том, что с этими людьми, если они веселятся, с ними очень весело, с ними очень хорошо, приятно, приятная компания. Но зато, если эти люди плачут или грустят, всё, всем будет грустно, и всем захочется... То есть, они истерички, они истерики. Это невротики, это истерики, это люди, которые могут закатить такой скандал, такую истерику, что мало не покажется никому. Они сами вот истерят, да, и выводят на эмоции и других. То есть, для них это не проблема. Кого-то довести до слёз, до истерики, до припадка с Луной в первом доме – это не проблема. Итак, сверхэмоциональность, сверхчувствительность, да. Что я хочу здесь сказать? То есть, они, так как они сами очень сильно чувствуют внутри себя, вот эти вот эмоции у них, там всё кипит, бурлит, там невероятно что-то. Я же говорю, то есть, они, если страдают, то по полной, это драматизм. Если они веселятся, то тоже по полной. Если, то есть, все чувства, они будут как оголённый нерв. То есть, вы сразу увидите вот этот вот трагизм, драматизм, если мы плачем о любимом, то это слёзы градом крокодилей. Если это радость, то это будет счастье и радость. Такая, что все заметят, конечно же. Сверхчувствительность. Они очень чувствуют других людей. То есть, они сами такие сверхчувствительные и ощущают других людей. То есть, здесь развивается такое состояние, такое качество, как эмпатия, эмпатия, эмпатичность. И это очень хорошее качество. То есть, плюс заключается в том, что если эти люди выбирают профессию психолога, психотерапевта, они буквально считывают состояние. Ну, и в любой профессии, в которой это может пригодиться, они считывают состояние других людей. То есть, они чувствуют чувства других людей. Минус заключается в том, что зачастую люди с таким положением, они не понимают, это их чувства или не их. То есть, если этот человек не развит, он не знает себя, то есть, молодой человек ещё, или же вообще, в принципе, человек, который не развивается, ему очень сложно следить, это его поведенческая реакция, это его чувства, или это кто-то чувствует рядом. То есть, вот такие вот вещи. Но в любом случае, с Луной в Первом доме, люди понимают и осознают, что они особенные. И это уже с детства. Итак, следующий пункт Луны в Первом доме, на что бы я хотела обратить внимание, это очень сильная связь с родом. То есть, я уже сказала, проявляющая планета Луна, рак, зодиакальный знак. И здесь идёт родовой сценарий, родовая программа, очень сильная связь с мамой. Мама, в принципе, полностью захватывает всю жизнь и влияет на человека, на всю его личность. То есть, не конкретно на какой-то параметр, а полностью на всё. Итак, здесь выходит на арену «мама и я», и «я как мама». То есть, вернее, да, «я как мама», то есть, человек копирует хорошее-плохое от матери, а также для человека становится очень важным то, чтобы реализоваться как мама. Если это мужчина, то как папа. И отношения, и позиционирование себя в жизни, это будет как мать, материнская программа. То есть, человек будет относиться к людям, как мама относится к детям, к животным. То есть, очень сильные вот эти материнские инстинкты и проявления их. То есть, это забота, это какое-то участие, это вот опекание, какая-то чувствительность. И неважно, этому человеку 70 лет, 60, 40 или 20, или 5. Человек, на которого будет смотреть человек с Луной в первом доме, он для него будет ребёнком, а в первую очередь. И проявления будут, конечно же, соответствующие. Значит, что здесь, ну, позитивного, да? То есть, сразу говорю, что и для мужчин, и для женщин это самые лучшие семьянины, это самые лучшие мамы, это самые лучшие папы, это те люди, которые души не чают в своих родственниках, это люди, которые обожают детей, и просто их, ну, это профессиональные мамы, скажем так, профессиональные папы, и в этом есть большой плюс. Они действительно любят свой род, свою семью, свою страну и всех людей. То есть, тут очень большое сердце, открытое сердце. Дальше, вот плюсы и минус, плюсы я сказала, минус этого всего, это то, что если мы берём ипостась мамы, да, особенно, это проигрывается и у мальчиков, и у девочек, такая ситуация, как зависимость и созависимость. То есть, вот эта вот пуповина, которая должна перерезаться в детстве с мамой при рождении или хотя бы там в 14 лет, этого часто не происходит. Поэтому мы потихонечку двигаемся к тому, какие могут быть проблемы, да. То есть, есть плюсы в этом, но и есть проблемы. И какие же могут быть проблемы? Это из минусов, да. То есть, это проблемная психика. Так как я уже говорила, что ребёнок скопирует, человек скопирует все подведенческие реакции мамы, соответственно, и хорошие, и плохие. И здесь будет плохим положением, когда Луна стоит в Козероге, в Адалее, в Деве, а также в Скорпионе, ну, в некоторых, также в других знаках, но это самые сложные. И здесь будет проблема с деторождением, здесь будут проблемы с замужеством или с женитьбой. И что самое главное, это психические могут быть отклонения, неврозы. Это, ну, все люди с психическими диагнозами, да. То есть, это расстройство, пограничное расстройство личности, это маниакально-депрессивный синдром, это шизофрения, это психопатия, это невротики. И, ну, очень много разных заболеваний, начиная, да, от каких-то легких случаев до уже патологических. Поэтому, что здесь рекомендуется обязательно с таким положением, если вы знаете, что у вас Луна в первом доме, либо у вашего ребенка, либо, ну, у ваших каких-то знакомых, если вы уследуете себя, то, конечно же, рекомендуется в первую очередь обратить на это внимание родителям, если у детей такое положение. И здесь нужно уже с детства, скажем так, относиться к этим людям очень осторожно, очень лояльно, очень тонко. и пробовать заниматься с психологом, а также рекомендовать этим людям выбирать... ээээ...